Сегодня 29 января, и я хочу продекларировать свои принципы и намерения. Вчера в веганских чатах фронт освобождения животных, а эти чаты, кстати, создавались именно как веганские, и под освобождением понимается в первую очередь отказ от животноводства, как жестокой индустрии эксплуатации. Так вот, вчера в этих чатах возникло недопонимание и конфликт между аболиционистами и вилферистами. В чем суть аболиционизма и вилферизма, вы сможете узнать из ролика, ссылку на который я прикреплю в описаниях к видео. Думаю, что пришло время мне в очередной раз объясниться с любителями собак, так мы будем называть вилферистов, и ясно представить свою позицию. Первое. Самым большим злом я считаю рабство, то есть невозможность свободно от человеческой воли реализовывать свои природные дарования. равны как людям, так и животным. Однако свобода всегда связана с рисками, лишениями и часто с преждевременной гибелью. Эти лишения и даже гибель я не считаю проблемой ни для людей, ни для животных. Чрезмерные усилия по сохранению или продлению жизни какого-либо живого существа нецелесообразны, поскольку это противоречит законам природы. Смерть, которая почти всегда предшествует болезни или травмам, естественное явление, которое не вижу смысла ни избегать, ни оттягивать, затрачивая на выживание больше сил, чем этого инстинктивно требует организм. Второе. Основная проблема, против которой я сейчас борюсь, это насилие по отношению к животным со стороны человека. Такое насилие больше вредит человеческому обществу, чем животным, которые в любом случае подвергаются достаточно жесткому насилию друг от друга. Мы не видим, но знаем, что почти каждый день в Бендерах и Террасполе погибает собака при отлове соответствующей службой. Ежедневно убиваются как минимум несколько душ продуктивных животных и немалое количество рыбы. Мы знаем, что в соответствующие сезоны животные гибнут во время спортивной охоты. Это знание удручает меня гораздо больше, чем встретившийся на улице щенок, родившийся от бездомной собаки и страдающий в своей естественной среде обитания от недостатка комфорта или недостатка здоровья, как детеныши диких животных страдают в лесу. Третье. Я уважаю чувства любителей собак, которые опекают бездомных животных, устраивают им уютные домики, обеспечивают едой, заботятся о пристройстве, лечат. В случае просьбы или крайней необходимости я, по возможности, помогаю этим добрым людям. Четвертое. Я категорически против физической войны с людьми за животных, поскольку рассматриваю людей как один из видов животных. И в видовой иерархии люди для меня в приоритете. Поэтому никогда не провоцирую конфликты между зоозащитниками и исполнителями, как то отстрельщики собаки и бойцы скота. Если публикую информацию о факте убийства животного, то только до того, чтобы вдохновить граждан республики на гуманное решение вопроса, которое потребует немало денег. Проклятие в адрес власти или в адрес исполнителя негуманных решений – это не те результаты, к которым я стремлюсь своими публикациями. Четвертое. Я за стерилизацию всех без исключения домашних животных, за полное прекращение их разведения. В этом пункте мы с любителями собак на данном историческом этапе в большей степени совпадаем и сотрудничаем. В ближайшее время на территории частного владения я построю вольер для собак, оборудую теплое помещение, где можно будет летом и зимой передерживать прооперированное животное. Думаю, что многие из любителей собак знали о моей позиции и догадывались о ней. Поэтому в своей декларации принципов и намерения я только вношу ясность в наши отношения. Надеюсь, что эта ясность избавит меня от неуместных претензий любителей собак, которые, по недоразумению, возможно, принимали меня за вилфериста. Продолжение следует...